В этом выпуске будет в 10 раз больше информации. Привет из Мариуполя. Твоя задача как предпринимателя эти проблемы решать, а не транслировать их в мир. Мы против успешного успеха, у нас реальные практики. Меня звать не будете. Мы сейчас отдаем кредиты и работаем фактически без заплат. Такой комбинации это потенциал миллиардера. Стоимость марафона 120 долларов. Кто это, тёлка? А у вас уже есть клиенты, с которыми вы не работаете. Гоните в шею людей, которые не обладают энергией. Ну, всё, неделя и запускаем. Ад. 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 Всем привет, друзья! Я, ну, наконец-то дождалась этого момента, потому что мы уже... Сегодня 4 февраля. Вот сейчас прямо 4 февраля, а мы уже с Сергеем вернулись как практически 3 недели. Да, наверное, уже 3 недели с Бали. И пока вы наблюдали за нашими влогами, пока вы смотрели за кастингом психологов, у нас здесь столько всего произошло. Ну, во-первых, поздравляйте, официально агентство «Идеальная свадьба» закрыто. Вы видели, мы торжественно убрали одну табличку и, наконец-то, повесили другую. Так что теперь мы официально занимаемся только Ютубом, только нашим бизнес-шоу, и это мега круто, мы супер рады. Но с тех пор, когда мы приехали, когда мы записали для вас видео и рассказали вам обо всех изменениях, произошло уже, ну, просто капец как много. И сегодня вы обо всем об этом начнете постепенно узнавать, и я думаю, что обалдеете, потому что в этом выпуске будет в 10 раз больше информации и в 10 раз больше рывка, чем это было в обычных выпусках, к тем, к которым вы привыкли, в нашем бизнес-шоу. Итак, о чем хочу вам рассказать. Ну, во-первых, мы приехали и сразу же сообщили нашим участникам о наших новых правилах. Прежде всего, о ежедневных отчетах, о еженедельной работе. И Сергей приступил к тому, чтобы начать работу с нашими участниками, которые у нас были. И в этом выпуске вы узнаете, собственно, о том, как сейчас проходит работа и какие есть результаты у Оли Миняйла и у Людмилы Калиниченко. Как вы помните, Оля занимается английским языком, а Люда занимается развитием своего салона. У нас появились цели, у нас появились точные сроки их реализации. В общем, у нас масса всего. Команды работают профессиональные над созданием и над помощью в продвижении бизнеса. Вы все это будете узнавать, и поэтому давайте начнем постепенно. Я решила, что сегодня мы должны вообще с вами обсудить наших участников, тех, которых вы знаете, те, которые на сегодняшний день являются участниками нашего реалити, чтобы понимать, что произошло с каждым. Давайте, наверное, начнем все-таки с конца. Итак, участница Светлана. Участница Светлана, которая приехала к нам из Москвы для того, чтобы открыть ювелирный бутик. Вы помните, о чем мы говорили есть с Сергеем, о ритейле, о рознице, кто не помнит, может посмотреть. К сожалению, наши прогнозы на 100% оправдались. И в декабре Света закрыла свою точку торговую. Все произошло ровно так, как мы говорили. Все ее прогнозы в отношении того, как это можно продавать, как это будет покупаться, все это было не оправдано. Она закрылась. Мы предложили Светлане продолжить ее историю, но найти ее сильную компетенцию. Как вы помните, она очень хороша в HR. Разработали для нее модель, по которой можно продвигаться, потому что нам очень хочется, чтобы Света получила результаты. Но Света, видимо, не захотела этого делать. Она исчезла из поля зрения, хотя мы были готовы работать со Светой. Поэтому Света выбывает из нашего шоу. К сожалению, она получила свой опыт. Мы желаем Свете удачи, если ты нас смотришь, Света, возможно, тебе захочется вернуться. Но в любом случае мы желаем тебе удачи. Кстати, Света уволилась со своей работы, ну и, возможно, решила начать какую-то новую жизнь. Следующий наш участник – Ярослав. Ярослав у нас попросил отпуск до февраля месяца, и весь январь он не работал. Поэтому жизнь Ярослава вы узнаете чуть позже. Наша Юлиана, которая открывает ресторан вместе со своими партнерами, в данный момент времени они ожидают проекта от дизайнера, который делает им дизайн ресторана. Как вы понимаете, ресторан – это сложно. Поэтому как только у них будет утвержден проект, мы уже начнем снимать и показывать вам, как происходит застройка, что происходит дальше. То есть Юлиана у нас на связи, мы приступили к работе над созданием сайта. Для этого ресторана вы это обязательно увидите в следующих выпусках. Ну и две участницы, которыми мы занимались очень активно, которые работают с нами постоянно и ежедневно – это Оля Миняйла и это Люда Калиниченко. Итак, что происходит у девочек, вы узнаете в этом выпуске. Сегодня я хочу обозначить цели и сроки, которые теперь будут у каждого участника, для того, чтобы вы постоянно понимали динамику, как и к чему они двигаются. В середине месяца января мы поставили эти цели и эти сроки. Опять-таки, сегодня вы об этом узнаете. И я хочу повесить их прямо на нашу доску, для того, чтобы мы отныне это видели. Итак, Оля Миняйла, English Coach. Ее цель – получить 30 участников для нового марафона, который она запустила. В этом марафоне по Токио не участвует 11 человек. По 120 долларов. Срок к 1 марта. Что для этого делается, как проходит работа, вы узнаете в этом выпуске. И Люда Калиниченко, которая открыла салон красоты. Наша цель – создать Людмиле поток клиентов, наладить его. Цель – получить 100 тысяч гривен в срок к 1 марта. Потому что в декабре у Людмилы была цифра 30 тысяч гривен. Они переживают о том, что салон только запустился, есть множество проблем. Опять-таки, обо всем об этом вы узнаете в этом выпуске. Смотрите внимательно, потому что динамика будет просто сумасшедшая. Я вам прям искренне завидую. Берем блокноты и врываемся в этот год. Сегодня хочу рассказать вам о нашей работе в том числе. Мы часто говорим о таком слове, как стратегия. И мы рассказывали вам, Сережа, о том, что когда мы приехали, у нас было много планов. И эти планы мы просто, ну, я не знаю, наверное, обкатали все листочки, которые у нас были. Что важно? Как вообще работать со стратегией? Сегодня хочу дать вам несколько рекомендаций. Первое. Я обожаю использовать вот такие большие блокноты. Почему? Потому что когда мы приехали, нам нужно было структурировать все вот эти наши идеи и мысли. Что касается нашего шоу, что касается наших участников, что касается на вашего общего продвижения, что касается наших проектов. Расписать каждый из этих проектов. Мы с Сергеем делаем это обычно так. Мы выгружаем абсолютно все на вот эти большие блокноты, делим по проектам каждый лист. И затем каждую неделю мы открываем этот лист, вот каждый листаем и смотрим, что мы сделали. Выписываем блокнот, что нужно сделать. Какие планы у нас уже поменялись. И могу вам сказать, что вот в отношении стратегии. Раньше говорили о том, что люди пишут стратегические планы на несколько лет. Вот у нас так не получается. Мы приехали три недели назад и многие вещи, которые мы планировали и в частности, которые мы озвучивали, например, о том, что мы будем делать раз в месяц блог, где будем показывать нашу вот всю работу внутреннюю. Например, о том, что мы хотели запускать выпуски «Бизнес-консультант» и даже выпустили, даже сняли один из выпусков, но он пока так и не увидел свет, «Бизнес-консультант» и «Инструменты для бизнеса». Когда мы начинаем реально работать, то очень многие вещи, которые, как нам казалось, классно зайдут, или мы хотим их сделать, в реальности начинаем понимать, что, например, у нас не хватает на что-то времени, что на что-то у нас не хватает ресурсов, на что-то у нас не хватает желаний, и вообще эта идея не очень. А лучше, например, структурировать и направить свое внимание на главный продукт. Стратегия – это то, что меняется постоянно, и я хочу, чтобы вы это понимали. Очень многие люди говорят, почему вы так меняете часто? Сказали одно, потом сделали другое. Потому что, когда мы концентрируемся на главном нашем продукте и проекте, и думаем над тем, как его постоянно улучшить, естественно, наше мнение может периодически меняться. Это абсолютно нормально. Это как хозяйка, которая расписала себе рецепт, потом что-то готовит и понимает, что нужно досолить, здесь лучше поперчить, а сюда нужно добавить петрушечку. И, конечно, вы можете сказать, я не буду отходить от рецепта и сделать так себе блюдо, а можете докручивать его, и в этом и заключается главное мастерство. Поэтому мой призыв к вам такой – обязательно выгружайте свою голову, обязательно еженедельно делайте анализ того, на чем вы работаете. Мы с Сережей сейчас приезжаем по выходным в офис обязательно. И, отключаясь от текучки, ставим себе те задачи, которые для выполнения, на которые у нас не хватило времени в течение недели для того, чтобы их обязательно добить, и для того, чтобы еще раз подумать над тем, какие действия действительно нам необходимо делать, и с участниками, и в нашем шоу, и в нашем продукте. А от каких действий нам все-таки стоит непременно отказаться. Работайте стратегически над своим бизнесом еженедельно, и вы увидите, что у вас будут очень классные результаты. Меняйте эти стратегии, меняйте свои планы, если у вас что-то не работает. Когда у вас нету на что-то сил, времени, энергии, когда у вас что-то сильно не получается, и вы внутренне чувствуете сопротивление, это означает, что не нужно идти в эту сторону. Я надеюсь, что вам будет полезна эта рекомендация, потому что у меня она работает отлично. Привет. Привет. У тебя 10 числа стартует твой этот первый марафон? Да, мы стартовали, да, 10 числа, фокус-группа. Ага, сколько человек собрала? 11. 11 человек. Ну, неплохо для первого раза. Расскажи побольше про продукт. Это английский для путешественников, правильно, да? Да. Это что, как ты это назвала, марафон какой-то или что? Ну, я назвала интенсив. Интенсив. Так, он по времени сколько... Мне понравилось это слово, хотя у меня были марафоны. Угу, интенсив. Значит, поподробнее рассматриваем все, вот в силу уже какого-то своего опыта, плюс опрос потенциальных участников в соцсетях. Я изучила, какие вопросы самые для них приемлемые. И на эти темы снимаю видеоуроки и выкладываю субтитры. Ну, достаточно, вчера только вот у нас была скайп-конференция, то, в принципе, всем понравилось. Я даже уснуть не могла, такая была под впечатлением. Это 10 ты им даешь записанных уроков, плюс каждую неделю скайп-конференция. А вообще по времени он сколько рассчитан? На какой срок? Три недели. То есть первых, вот мы сейчас нашли тебе фокус-группу, ты сейчас обкатаешь продукт, и затем тебе нужно будет запускать вот это на постоянной основе, эти марафоны, собирать группы. Где ты их планируешь собирать? Ну, я думаю, что... Дело в том, что вот по рекомендации пришли несколько человек, и многие люди, ну, несколько человек точно, они зарегистрировались, просто в силу каких-то причин там не успели оплатить и так далее. То есть их, с ними нужно продолжать работать. Этого мало, Оль. Если ты хочешь зарабатывать, тебе нужно привлекать очень, ну, большой поток входящий сделать. Вот, большой входящий поток надо делать, настраивать рекламу, настраивать... Ну, я как вижу, да? Ну, то, что я... Как бы я делал? Значит, это первое, это реклама в Фейсбуке. Следующая, автоматическая воронка. У тебя сейчас есть какой-то курс, вот там, который рассчитан на три недели. Я бы сделал к этому курсу как бы вводные занятия. Ну, например, два или три вводных занятия, которому человеку давать бесплатно. То есть он, попадая в твою воронку, получает эти занятия, проходит их бесплатно, и дальше он уже, чтобы продолжать уже... То есть он за эти два-три занятия должен понять, что ты ему подходишь. Понимаешь? Да. Это то, что ему нужно сейчас. Но это все нужно сделать, потому что иначе, ну, у тебя всегда будет мало людей. Тебе же нужно десятками людей туда набирать. Мне дальнейший мой шаг, это мне все-таки искать, настраивать платную рекламу, искать и налаживать поток, чтобы было большее количество участников в проекте. Да, да, да. Ну, вот сейчас ты обкатаешь продукт, но пока ты обкатываешь продукт, тебе надо готовить следующий. Ну, как бы, где ты боебуешь людей, тебе уже следующий поток надо продавать сейчас. Вот. У меня сегодня уже первый человек оплатил на следующий поток. Здорово. Но, понимаешь, тебе же надо не по пять-десять человек собирать, ты же хочешь, наверное, больше. Вот, правда? Ну, желательно. Если помощника искать, то ему тоже надо что-то оплачивать, а так. Ну, вот я же говорю, поток. Это количество. Количество нужных людей, да. Вот. Для того, чтобы количество людей, нужно, ну, сделать нормальную воронку. То есть, ну, просто рекламу, да, реклама хорошо работает вместе с воронкой. То есть, человек видит твою рекламу в Фейсбуке, он кликает «хочу получить бесплатный урок», да, кнопочку одну нажимает, и все. Его данные сразу уходят тебе, и ты получаешь его данные, а он получает серию писем с этими твоими уроками. И в этих же там письмах ему там ты все реквизиты высылаешь, все, что нужно, прямо на почту высылаешь. Все. Помнишь, мы еще с тобой давно говорили о том, что тебе нужно сделать продающее видео? Сейчас я, собственно говоря, в процессе создания самих уроков, и ни выходных у меня нет ничего. Вот эти вот вводные уроки, я бы сделал бы три этих вводных урока, и они должны быть самыми сильными. Чтобы человека прям вау, вау, вау. Может быть, это один урок на самом деле. Давай один сделаем. Вот, и под это уже мы сделаем тебе воронку. Давай я тебе дам задание сейчас на неделю. Сделать это видео, снять все-таки, найти время и снять это видео. Это первое задание. И второе задание – придумать то сообщение, которое ты будешь в рекламе показывать. Вот смотри. То есть это тоже видео должно быть? Вот смотри, нет. Ну, а может быть, видео. Должно быть и видео, и текст, в принципе. Вот эта реклама – это пост в Фейсбуке, который мы будем рекламировать. Из которого человек уже будет потом на лид форму, то есть нажимать кнопку «Зарегистрироваться» и будет регистрироваться. Сегодня у нас четверг. Значит, в среду, в среду ты мне это присылаешь. Друзья, выпуск с психологами буквально взорвал вообще все мои мессенджеры. Потому что все начали кого-то советовать, кричать. Почему вы не обратились к этому? А у этого не получится. А эту брать не стоит. А на это обратите внимание. Вы знаете, на самом деле я могу вам сказать, что иногда, подсчитывая комментарии в ютюбе на разных стареньких своих видео, которые регулярно комментируются, я часто вижу фразы вроде «Кто эта тёлка? Да посмотри на неё! Да какой бизнес! Да дура! Да…» Ну, в общем, вы все знаете, каким образом женщина может заработать денег. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что очень часто люди имеют просто какое-то свое представление о тех двух минутах, которые они посмотрели на людей. Поэтому мы решили, что поскольку с психологами все-таки работать не вам, не нам, а нашим участникам, дать им возможность выбраться самостоятельно и поработать, пообщаться с этими людьми. Ведь познаются все именно тогда, когда начинается соприкосновение. На самом деле, какая разница, нравится ли нам эти люди или не нравится. Хотя, повторюсь, каждая из девочек для меня лично принесла такое зернышко и того, что мне не понравилось, и того, что мне было очень, для меня было очень как бы привлекательно. Конечно же, есть монтаж, и вы должны об этом помнить. Есть монтаж, есть эмоции, есть ощущения. Но мы приняли следующее решение. Мы приняли решение, что раз эти люди, эти девчонки попали к нам, значит, так было нужно. И мы, каждому из наших участников, предложили самостоятельно выбрать для себя того психолога, с которым бы этому человеку хотелось поработать. И я думаю, что в ближайшее время вы узнаете о том, как прошла их работа, как она проходит и какие результаты они получают. Ведь в конце концов, самое главное – это результат. И только по результату мы всегда можем судить о том, насколько хорош этот профессионал ни на словах, ни в нашем представлении, а на деле. Поэтому следите внимательно, потому что скоро вы узнаете, кого из наших психологов выбрала каждая участница и что из этого получилось. Привет. Привет. Ты занята своим главным продуктом – марафоном, правильно? Ты его проводишь, первый поток марафона. И ты попутно записываешь для него уроки, оттачиваешь все технологии, что-то для того, чтобы были у людей лучшие результаты. Ты продала в этот марафон, по-моему, 13 человек примерно, да, у тебя? 11. 11 человек по 100 долларов ты набрала. Каких ты хочешь достигнуть результатов? Сколько ты хочешь продавать и по какой цене в каждый поток? Я думаю, что можно попробовать по 100 долларов. Хотя бы, чтобы человек 20-30, наверное, было для начала. Следующий поток. Предлагаю нам набрать 30 человек, например, по 120 долларов. И 20 долларов с каждого клиента, как бы, да, пустить на маркетинг. То есть у нас будет, если это 30 человек, то это 600 долларов у нас будет на маркетинг. Но вот эти цифры – это те, к которым я бы хотел прийти сегодня. Для того, чтобы нам продавать активно и, скажем так, на автомате, нам нужно сделать автоматическую воронку, через которую мы будем людей пропускать и которые должны, как бы, ну, в этой воронке максимально сами покупать, максимально самостоятельно. Это совершенно простая воронка. Что происходит? Человек видит на рекламе твою, на фейсбуке твою рекламу. Затем, за то, чтобы получить этот бесплатный урок, человек будет оставлять нам свои контакты. Вот, после этого, когда он оставил контакты, прямо в фейсбуке, они будут автоматом у нас переходить в сервис e-mail рассылок, и человеку на e-mail будет высылаться письмо с этим бесплатным уроком. Но этот бесплатный урок мы сделаем прямо, не просто мы его на видео будем вести, мы будем человека вести на лендинг, то есть, на котором этот бесплатный урок находится. И там же, на этом лендинге, будет описание твоего всего марафона, и, как бы, человек прямо сразу сможет его купить. После того, как человек на этот лендинг попал, посмотрел бесплатный урок, и, допустим, даже если он не купил, ты деньги на него потратил не зря, потому что у тебя остался его e-mail. И ты затем уже можно сделать автоматическую тоже дожимающую серию писем, в которых мы будем еще какую-то информацию об этом марафоне дополнительную давать, и, возможно, какие-то еще видео уроки твои небольшие давать, для того, чтобы человека замотивировать больше. Но у нас же будет помимо этого еще телефон человека, и если мы захотим, то потом ты можешь там помощника своего посадить, который их будет обзванивать, например, и дожимать по телефону. Это тоже вариант. Смотри, что мне от тебя нужно? Мне от тебя нужно, во-первых, текст рекламного поста. То есть это обычный пост на Фейсбуке, да? Этот пост должен замотивировать человека оставить свои контакты в обмен на твой бесплатный урок. Ты должна еще снять видео. Вот то видео, которое ты мне присылал, а я тебе говорил, для рекламы, оно... Ты сняла его, как бы, продающее видео ты сняла для своего марафона. Вот, значит, ты должна написать этот текст, сделать это видео. Мы будем делать тебе сайт. Я думаю, что мы с тобой не будем это обсуждать, какой он будет. Мы без тебя решим. Так, у нас цель с тобой... Смотри, когда ты думаешь следующий марафон запускать? Ну, где-то в 10-х числах февраля, может, после 10-го дела. У тебя есть уже в него люди? Ну, один человек проплатил. Смотри, я тебе предлагаю, что сделать. Ну, это очень короткий срок. Почему? Потому что сегодня у нас 23 января. Нам нужно сделать видео все. Нам нужно сделать лендинги. Нам нужно настроить воронку. Вот. Нам нужно настроить оплату, чтобы люди могли сами платить. То есть все бизнес-процессы для того, чтобы нам продавать это на потоке. И для этого нужно, наверное, нам время 2-3 недели на это понадобится. А как раз 2-3 недели, это уже начало марафона, ты просто никого не соберешь. Давай поставим 1 марта? Давай. Давай. В общем, от тебя вот эти видео... Давай начнем с рекламного видео. С того видео, которое рекламирует бесплатный твой урок. Хорошо? И с рекламного поста. Присылаешь мне это дело все завтра. До конца дня. Завтра. Я не хочу слышать твоих возражений. Я знаю, что ты сейчас расскажешь, какие у тебя проблемы. Меня они вообще не волнуют абсолютно. Мы должны с тобой двигаться. А твоя задача как предпринимателя эти проблемы решать, а не транслировать их в мир. Обнимаю, жду. Пока. До встречи. Спасибо большое. Давай. Тебе тоже. Пока. Ну что, работаем? Видим завтра встреча по сайту. Будем обсуждать All Insight, Воронку и так далее. И уже потом покажем вам, как все это работает. Сегодня мы собрались с Алексеем для того, чтобы обсудить, как лучше сделать сайт для Оли Миняйлой. Привет. Приветствую. Да, Алексей, если вы помните, да, это у него есть два сайта. Два конструктора сайтов. Есть конструктор интернет-магазинов ShopExpress. Есть конструктор сайтов SiteExpress. Поэтому для наших зрителей специально он делает предложение по ссылке под этим видео переходить. Если вам нужен сайт, то вы можете легко. Достаточно на этом конструкторе сделать сайт. Будет ссылка со специальным предложением для наших зрителей. И сейчас мы обсудим этот лендинг. Как я вижу схему общей продажи ее марафона? Есть Facebook. Делаем рекламный пост, на котором мы рекламируем бесплатный урок. То есть за регистрацию он получает этот бесплатный урок. Стоимость марафона 120 долларов. Предлагаю воспользоваться стандартным инструментом. Это многостраничный лендинг. Система у нас получается почти автоматическая. В принципе, вот такой механизм достаточно простой. Я бы сказал, даже примитивный. Но, тем не менее, он должен работать. Все понятно. Начинаем. Начинаем работать? У нас, кстати, задача. Мы с помощью вот этой воронки должны до конца февраля набрать 30 человек в эту ее программу. И 1 марта она как бы ее пускает. Сегодня у нас новый эксперт. Знакомлю вас с Мариной Славковской. Привет. Привет. Марина, у Марины Диджитал Агентства. Называется NetEd. Смотри, мне нужна воронка для Ольги Миняева. Я ее думал сделать, ну, как бы рекламировать в Фейсбуке лид-форму. И затем уже через имейл делать уже следующие. Ну, в принципе, через имейл все высылать человеку. И ты предложила сделать это через Фейсбук Мессенджер. Говоришь, что должна быть выше конверсия. Я не против, в принципе, давать. Значит, смотри, физически это рекламный пост. Да. Которым рекламируется обычный пост в Фейсбуке, да, в котором мы сделаем видео. Она видео запишет и плюс текст, который рекламирует этот бесплатный урок. Для того, чтобы получить сообщение себе в Мессенджер, человек должен просто под этим постом сделать какой-то комментарий. Правильно? Нет. Он должен перейти, ну, к примеру, там, узнать подробнее. Есть кнопочка на этом посте. Он переходит и переходит сразу в Мессенджер. И мы обязательно, то есть, интегрируем нашу воронку с Амассирой. Смотри, у нас стоит абсолютно конкретная задача, да. Нам нужно продать 30, ну, как говорится, 30 продаж сделать, чек 120 долларов, да. И у нас 20 долларов на каждую продажу есть. То есть, чистыми должно остаться 100. Нам с тобой нужно придумать, как это сделать для того, чтобы выйти в эти параметры. Спасибо за встречу. Тогда у нас... Нам нужно как можно быстрее запускаться. Как ты считаешь по срокам, когда ты это настроишь? Обычно это 5-7 дней. Ну, все, неделя и запускаем. Мы ссылку на сайт Марина оставим под этим видео. Если вы захотите более подробно ознакомиться с тем, что она делает, перейдите на сайт, посмотрите. Друзья, после выхода выпуска с ребятами о сервисе Evolution, конечно же, было очень много разных мнений. И многие писали, о, Оля, перестаньте, разводняк. Кто-то, наоборот, писал очень много хороших слов. Но я из тех людей, которые делают исключительно то, во что верят самостоятельно. Поэтому мне очень нравится этот сервис. Огромное количество моих подписчиков приобрели его. Наверное, у кого-то сработало, у кого-то не очень. Тут уж, опять-таки, все по вашей вере. Но все наши участники сейчас проходят для себя тесты в Evolution. И я забила, абсолютно ввела все данные всех наших участников. И мы дали доступ им для того, чтобы они сами смогли с собой ознакомиться. И сегодня вы узнаете у Ольги Миняйла и у Людмилы о том, каким образом, какое впечатление на них произвел данный сервис. Что о себе нового они узнали. И, кроме этого, Паша, создатель этого сервиса, даст девочкам рекомендации в отношении того, каким образом, имея их таланты и сильные стороны, проявить себя в том деле, который они для себя выбрали. И сейчас хотела бы пару слов просто рассказать, например, об Оле Миняйла, которая сейчас, в общем-то, у нас работает над тем, чтобы стать коучем. Значит, Олиным призванием является менеджмент и масштабирование. Возможность находить практические решения для различных задач, координировать проекты, управлять, оптимизировать процессы, помогать компаниям преодолевать трудности, помогать в разработке и внедрении проектов. То есть, в принципе, менеджмент и масштабирование – это очень хорошее качество, которое является ее сильной стороной и призванием. И в том, чем она занимается, это может прекрасно работать. Оле есть основных два бизнес-таланта. Кстати, некоторые люди очень расстраивались, что у них нет бизнес-талантов. Но, друзья, у вас есть другие таланты. Значит, ваши таланты не в бизнесе. Тут зато сразу понимаете, почему у вас что-то не получается. Первый бизнес-талант Оли – это производство и инновации. Способность, заметьте, создавать инновационные продукты, производить постоянные улучшения, заниматься реализацией и воплощением, улучшать изображения через обновление. Но мне кажется, что как раз производство инновации как раз к ней. Понимаю, что сейчас кто-то скажет, ну что же она такого инновационного не сделала, сейчас делает. Вы должны понимать, что те сильные стороны, которые у нас есть, у нас потому в жизни не так все и хорошо, что мы не сумели их проявить еще. Но зато у нас есть подсказка, в какие стороны нам хотя бы можно попробовать двигаться. И Оля, как мы видим, интуитивно пришла именно туда, куда нужно. И второй Олин бизнес-талант – это направление компании. То есть она может выстраивать самостоятельно, интуитивно направление, куда необходимо двигаться. Это очень-очень-очень классно. Также здесь у нее указано еще большое количество талантов. Например, Оля есть такой же талант, как и у меня, рассказчик. Она может вдохновлять своими рассказами, как оратор, передавать свой опыт. В данном случае в английском языке она может, как такой идеолог, человек идейный, вдохновлять людей на изучение этого языка и делать так, чтобы этот навык становился частью их жизни. В общем, очень интересная штука. Если вы вдруг случайно пропустили выпуск, я оставляю вам ссылочки на ссылку Evolution. Здесь есть у нас две ссылки. Первая ссылка для того, чтобы вы могли узнать абсолютно все свои таланты. Вы переходите по этой ссылке, вы можете ввести промокод «Зажигалка» и получить скидку. Также здесь есть бесплатная ссылка для бизнес-профиля. Вы можете ввести троих сотрудников своей компании, себя и еще двоих, абсолютно бесплатно, и узнать ваши бизнес-таланты, узнать, насколько в вашей команде покрываются все необходимые бизнес-таланты, которые необходимы для того, чтобы команда классно работала, и узнать свое собственное призвание. По-моему, очень классная вещь. Ну, а сейчас узнаем, что, собственно, думает об этом Оля и что рекомендует ей делать основатель данного сервиса. Доброе мгновение, друзья! Сейчас мы проведем экспресс-тест для Ольги, для того, чтобы расставить акценты на росте ее бизнеса. И первое, с чего мы начинаем, всегда это дело жизни, потому что это один из основных талантов. И здесь мы видим у Ольги рост и расширение. То есть, сразу что можно сказать, здесь есть способность доводить начинание до максимального результата в контексте бизнеса. Это возможное открытие филиалов. Целая филиальная сеть. Можно, соответственно, работать за пределами одного города или одной страны. Здесь очень важным нюансом является то, что важно включаться в проекты, которые действительно будут желание продолжить, а не бросить это на полпути. Дальше мы смотрим роль, то есть, каким образом человек будет проявлять этот талант. Здесь мы сразу видим роль обучения. Соответственно, здесь потенциал очень мудрого человека, который может иметь отношение к образованию. И одно из, наверное, ярких проявлений такого таланта или такой роли – это способность менять мышление людей. Однако, прежде чем стать действительно мудрым, прежде чем быть готовой работать в образовании, необходимо в начале самой пройти очень много различного опыта, научиться все-таки доделывать дела до конца, доводить до максимального результата. И затем уже на своем примере можно действительно делать такие проекты и процессы, через которые будет меняться мышление других людей. Следующий раздел, который мы откроем – это призвание, потому что это непосредственно относится к бизнесу. И здесь мы видим талант «Глубинные решения». Талант «Глубинные решения» позволяет человеку анализировать разные задачи, разные запросы, разные проблемы людей, общества и находить практичные решения, которые будут улучшать жизнь окружающих. Мы видим здесь также возможность быть наставником для людей, помогать, осознавать им, что является жизненно важным, на чем сфокусироваться, для того, чтобы люди могли совершенствовать свои навыки. Поэтому данный человек идеален в том, чтобы помогать совершенствовать навыки другим людям, навыки, которые им необходимы в их жизни. То есть очень хороший наставник. Смотрим здесь способ в бизнесе. Мы видим роль менеджмент. И менеджмент здесь заключается в том, чтобы находить такие решения задач, которые позволяют компании расти, масштабироваться, помогать своим клиентам или компании преодолевать различные трудности. И делать такое практичное обучение или такие практичные системы, для того, чтобы она расширялась как можно шире. И есть способность доносить практичные решения до большого количества людей. И это то, на чем важно делать акцент. Смотрим дальше сферы закона успеха, потому что законы успеха — это как раз точки роста в бизнесе. И это отражает таланты, через которые возможен этот рост. То есть всем понятно, что если человек действительно раскрыл свой талант, проявляет его на светлой стороне, тогда будет действительно удача. И здесь мы видим талант «Жизнь. Игра». Что это означает? Это означает быть готовой рисковать. Вот через риск будет рост. Новые рынки, новые открытия, новые испытания, новые квесты. Постоянно должен быть риск и постоянно должно быть обновление. Это как способ просто в бизнесе. Здесь можно даже конкретно просто прочитать. Успех и везение в вашем случае происходят, когда вы оптимизируете процессы, осознаете в череде опытов, как делать что-то еще лучше, еще эффективней. И здесь очень важно никогда не останавливаться на достигнутом. То есть это означает, что наладив систему или бизнес, или свою деятельность раз, постоянно нужно обучаться новому, постоянно внедрять все инновации, которые только могут быть. И если вы успешны, это означает через несколько, возможно, месяцев, если вы оставите все как есть, то будет неудача. Постоянно должно быть внедрение новых технологий, которые будут связаны с бизнесом. И следующий закон успеха — это бдительность, это способность интуитивно оценивать талант и способности других людей, что позволяет создать хорошую команду. Соответственно, для успеха, роста, масштабирования бизнеса необходимо собирать команду, и здесь есть как раз талант ее выбирать, оценивать способности, компетенции других людей. Через это придет успех. И также способ здесь говорит о том, что важно больше погрузиться именно в любимое дело, в процесс, в чувствование других людей и перевести фокус с желанием как можно большего денег и прибыли на удовольствие от самого процесса. Тогда деньги будут являться следствием. Итак, это основные навыки, которые необходимо сейчас прокачивать в бизнесе. Я еще раз подведу итог. Значит, это рост и расширение. То есть начать или продолжить те проекты, которые можно довести до максимального потенциала. То есть никогда не сдаваться. Важно развивать в себе способности коуча для того, чтобы находить действительно глубинные решения, помогать людям раскрывать, развивать их таланты. Для этого необходимо научиться расслабляться и погружаться в расслабленное медитативное состояние. Очень важно в бизнесе занять роль менеджмента, то есть находить именно практичные решения для роста, расширения, масштабирования. Важно рисковать. Через риск будет идти большой рост и постоянно внедрять инновации. То есть в этом и будет на самом деле риск. Тому, чтобы пробовать новое, добавлять новое, того, чтобы совершенствовать свою компанию. И необходимо будет набирать людей через способность определять их таланты. И, соответственно, выбирать таких людей не с целью как можно больше заработать. Здесь упор идет именно на качество самих людей, с которыми приятно, комфортно, которые профессионалы своего дела. Благодарю за внимание. Привет, друзья! Мы сегодня попали на бизнес-событие, на ивент. На бизнес-дринк, как Анитя. Мои подружки уже Анита все знают. Анита, у меня проплаченная реклама твоего мужа. Блин, моя нет. Анита, супруга Саши из Дромеля. Вы его уже неоднократно видели. Его мебель видите у меня постоянно, я ему пожизненно должна, но пришла я не поэтому. Анита сегодня сделала ивент первый. Да, первый ивент нашей серии «Бизнес-дринк». Давай, рассказывай. Да, «Бизнес-дринк» – это такая серия образовательных проектов, к которым суть в том, что нужно прийти, выпить, пообщаться. Самое главное – просекать. И что-то расслабиться, познакомиться с людьми и что-то полезное узнать для себя, естественно. И суть в том, что мы против успешного успеха, у нас реальные практики. То есть меня звать не будете? Ну, ты не про успешный успех, ты про реальные действия. Поэтому, да. Ладно. Да, вот мы хотим развиртуализацию такую сделать, пригласить людей, которые реально делают что-то приближенное к тем, кто как раз твоей аудитории, когда ты снимаешь проект, да, и вы показываете, как на самом деле происходит. То есть вы все должны быть здесь, ну, по крайней мере, Киев, так точно. Киев, пока да. Расскажи сегодня, что будет происходить, какая тема. Сегодня первый ивент мы сделали на тему стратегии в бизнесе. Я бы сказала, что со стратегии многое начинается. Абсолютно. Все начинается. Все начинается со стратегии. И сегодня будут у нас спикеры, в которых я хочу узнать, какая у них была стратегия в 2018 году, на что они делали ставки, как оно вышло, ожидание, реальность. И какая у них стратегия на 2019 год, какие тренды они чувствуют. Кто твои спикеры, почему ты их позвала? Сегодня у нас два спикера. Это Женя Джигамон, основательница концептуальной пекарни Куки Тон, которая на возле Ярва Лапа, по-моему, находится. Почему позвала? Потому что у Жени очень интересное масштабирование, такой сложный продукт, как печенье, по сути. Да, обычное печенье. Да, а это все масштабировалось в большие проекты, вроде бы просто заведения, но они продаются в сельпо, они продаются на заправках всех наших блоков, ока и так далее. Причем это премиальное печенье, потому что нас смотрит большая аудитория, это премиальное печенье, достаточно дорогое, ну, то есть гораздо дороже масс-маркета, которое продается в наших люксовых супермаркетах, в люксовых точках распространения, имеет собственные рестораны, причем один из них у Печерских липков. То есть это дорого. Это дорого, да, и вот сама идея изначально Женина была не про деньги, а про идею. То есть она была мама, которая хотела здоровое, настоящее печенье для своих детей. И она сумела это превратить в бизнес. Бизнес, да, и очень масштабно. Вот и мне интересно, как. Да, потому что для меня понятие масштабировать печенье, это вау, вау, правда. Второй наш спикер это Мария Масли, основательница бренда Марсала, это украинская обувь дизайнерская, значит, премиум сегмента. Тоже мне очень интересная стратегия за 18-й год, сотрудничество с многими лидерами мнениями, как Маша Ефросинина, как бренд ювелирный Сова и многое другое. То есть необычные такие коллаборации, когда с ювелирным брендом коллаборация по обуви, да, то есть интересно. Причем эта девочка вообще фотограф, насколько я знаю. И когда-то ей, я видела какое-то выступление, в голову ей пришла идея делать обувь. Ну, то есть это как раз те самые случаи, когда вроде бы, ну, как по мне, это глупая идея, ну, типа ты фотограф, обувь. Причем здесь обувь, да. Но у человека хватает энергии, и он подтягивает свою энергию и все остальные ресурсы для того, чтобы сделать известные бренды. Классно, будет интересно. Вот, да, как-то так, будем пробовать тестировать. В любом случае люди пришли, это для меня тоже такой новый опыт. Я занимаюсь посуточной арендой, у меня есть агентство, также отельный бизнес, ничего общего, связанное с информационными какими-то ивентами. И вот получилось, пришло много людей, и я в шоке немножко. Подписывайтесь обязательно на Инстаграм Аниты и следите за ее ивентами, вообще посмотрите за ней. Тебе 20... Уже 4, да? Уже 24, она уже старовата. С половинкой. Уже старовата, но она очень круто развивается, умница. Что-то получается, что-то не очень, но самое главное, что все время идет вперед. Минутка пиара, у меня тоже уже теперь есть тюб-канал, целое одно видео найдем. Минутка пиара, давай выйдем за это. Ты знаешь, что YouTube, это тоже работа. Это тоже работа. Это адская работа. Смотрела, всем спасибо. Так, Людмила, привет, слышишь меня? Да, да, Сережа, я вас слышу. Проблемы у вас, я так понимаю, сейчас с персоналом пошли, да? Да, у нас сейчас 3 человека уволены. У нас осталось 1 бейкмар. Ну, молодцы, что увольняете сами. Катя, молодец. Сейчас у вас что, клиентов недостаточно еще, да, все-таки? Мало клиентов, потому что 2 месяца это очень мало для наработки клиентской базы. Коду финансовой ситуации рассказывать? Расскажи. Всем интересно, я думаю, будет. Да, потому что, ну, тогда было переделывали меня, как-то было мало времени рассказать, как все было. По пункту ремонта, там у нас уже был ремонт, получается, 11 тысяч долларов. И там у нас немножко не хватало, и получилось, что мы до заняли денег, чтобы закончить ремонт. Вот, и получается, мы сейчас отдаем кредиты, и, ну, работаем фактически, кстати, без зарплаты. Ну, то есть, вот, работаем и отдаем кредиты, которые пришли у нас на ремонт. Угу. Ну, я думаю, где-то ты, наверное, мы еще будем работать без заработка. Сколько будете работать? Думаю, где-то до весны. А, до весны. Мы с тобой должны сделать, да, так, чтобы у тебя была очередь все время, запись. Какие действия вы предпринимали, чтобы привлечь людей после открытия? Давай. Ну, когда мы открыли, мы сразу раздавали флайра с нашими данными, с инстаграмом, с телефонами и так далее. Где вы их раздавали? Да, прошлись вот к нашему району, по почтовым ящичкам. Как каждый раз, куда мы смогли зайти, мы тоже пораздавали флайра, там у нас шестая стрижка в подарок. Мы задействовали инстаграм, то есть в инстаграме мы выкладываем работы, мы выкладываем стрижки, мы выкладываем маникюр, который мы делали. Вы выкладываете туда фотографии, там работ, а каким-то образом вы продвигаете, чтобы кто-то видел этот инстаграм? Нет, нет, мы еще эти инструменты не используем. Платную рекламу не даете пока на инстаграм, да? Платную нет, к сожалению, сейчас пока не вылезем с долгов, платную мы ничего не задействуем. Понимаешь, платная на самом деле, это условно, да, там могут быть совершенно небольшие деньги, ну там, например, 50 гривен в день, что вы не найдете? Ну, честно сказать, даже 50 гривен нам сложно выделить на рекламу. Понимаешь, Сергей, у нас даже вот сейчас получается, вот есть мастер, да, которого я хочу задержать, оставить. Она куший мастер, девочки. Но из-за того, что людей нет, хороший мастер сидеть не будет, высиживать очень долго. Да. То есть хороший мастер, который знает себя все равно, он хочет прийти и работать из аромата. Так, правильно, да. Вот, раскучивать мой салон. Да. Поэтому я плачу, допустим, девочке выход, там, ну, 50 тех же гривен, ну, плачу, допустим, чтобы она, ну, знаешь, тебе элементарно проезд там отбить. Потому что она бывает сидит два дня вообще без работы. Бывает такое, что у меня... Ну, вот смотри, вот смотри, логика где. У тебя мастер сидит без работы, но ты не можешь найти 50 гривен на рекламу, чтобы загрузить его работой. Вот то, что вы раздавали флайеры, да, флайеры дали результат. В караеве никто не пришел. Вот именно, чтобы требовать, там, отметьте мне одну стрижку эту, я хочу шестую бесплатно. Ага. Представляешь, шестая стрижка, когда она наступит? Через год? У вас, когда клиент приходит, вы его сразу записываете на следующий срок? Нет. Просто, понимаете, самое вот есть простое, да? Вы пытаетесь, допустим, найти клиентов, а у вас уже есть клиенты, с которыми вы не работаете. Это первое, да? То есть, вы их не записываете на следующую. Вы запиши себе, это первое действие, самое денежное, которое ты должна сделать, это сразу записывать клиента на следующую процедуру. Ну, предлагать ему во всяком случае. Когда человек у вас приходит на процедуре, сидит час, два часа, вы что ему продаете? Мы только предлагаем кохе, когда он красится, допустим, да, у него есть время, он не сидит в кресле. Когда он сидит в кресле, я его не трогаю, чтобы человек расслабился и получал удовольствие. У тебя там есть какая-то линейка косметики, да, там, шампуни, ну, там, вот что-то, какие-то средства для ухода за волосами. Ты же продаешь это, да? Какую-то линейку. Да, мы некоторым клиентам продали линейку шампуни по уходу, масочек. Когда у нас есть какой-то перерывчик, естественно, мы предлагаем. Может быть, не так интенсивно, так как у нас мало еще людей. Вот надо как раз не предлагать, а как раз обучать человека, рассказывать ему об этой линейке очень подробно. Почему? Ну, почему вот это классное, например, да? Почему ты вот это продаешь, да? Понимаешь, человеку просто ты об этом рассказываешь, если ему это подходит, он сам покупает. А то вот, посмотрите, у нас стоит шампунь, купите ее. С какой стати я должен эту шампунь покупать? Или вот у нас есть маникюр-педикюр. Человек делает маникюр-педикюр уже в другом месте. И получается, тебе нужно как-то человеку рассказать таким образом, чтобы он захотел это делать у тебя. Смотри, ты подходишь, знакомишься, да, с человеком, говоришь, здравствуйте, там, я Людмила, я хозяйка салона. Вот, как там у вас, вам нравится, вот, а где вы делаете маникюр, а почему вы там делаете? Вот, выясняешь, что человека держит именно там. И думаешь, каким образом, что ты ему можешь такое предложить, чтобы он перешел к тебе, например, да? Самое смешное было в начале, когда, ну, у нас же работали старые мастера. У нас приходят, до сих пор спрашивают еще старых мастеров, понимаешь? Вот, ну, я говорю, что они пошли на пенсию. Твоя задача сейчас что? Наладить поток людей в свой, в свой этот, и обкатать коллектив. Значит, смотри, мы сейчас должны внедрить две вещи. Первая, ой, самая важная вещь, это сразу записывать человека на следующую процедуру. И второе, продавать во время, пока он у тебя находится, да, информировать. Информировать о том, что у вас есть, и выяснять, почему человек что-то делает не у вас. Почему он там покупает такую шампунь, там, почему он там в таком-то месте делает маникюр, там, педикюр или красится. В общем, почему он пришел к вам, например, да, там, почему вы к нам пришли? Вы где-то раньше стриглись, что случилось? Смотри, это тебе задание на неделю. На неделю? Да, это как бы ты должна за неделю, но смотри, ты должна, ну, вот смотри, записывать ты прямо сейчас должна начать. Первого же клиента, который у тебя сейчас уже в салоне есть, как только он заканчивает, ты его прямо сразу записываешь, предлагаешь ему записаться на следующую. В продажах ты должна сейчас тренироваться, знакомиться с людьми, тренироваться продавать, и затем уже передать это мастерам. Потом это мастера должны все делать. Смотри, каждый день теперь мне в вайбер сбрасываешь, сколько количества людей, которым ты предлагала записаться, сколько согласилась? Вот предложила 10, согласился 1, да? И отчеты о продажах, скольким людям ты что предлагала и что покупали? Ну, с продажами, я говорю, сейчас очень, очень плохо. А вы не продаете ничего? Мы продаем, но нам не хватает, мне кажется, мы хотели окна оформить или дверь, чтобы было понятно, что здесь есть продажи косметики. Вот, нам сказали, многие смотрят, вот только салон красоты написано, и такое впечатление, что мы скоро-скоро откроемся. Ну, вот нет перечня услуг, что у нас есть. Вот такое впечатление, это у нас рекламное агентство напротив, девочки очень хорошее, они вот, ну, такой анализ провели, даже сами они у нас клиенты. Слушай, сфотографируй с улицы, пожалуйста, мне, и пришли фотографию сегодня, ладно? То есть нет ощущения, что вы работаете, что ли? Да, ну, такое впечатление, что мы только вот-вот откроемся. Ну, в общем, давай, я жду от тебя каждый вечер информации. Так, ну, сегодня у нас очередная встреча с Людмилой Калиниченко. Я неделю назад с ней встречался, неделю мы с ней переписывались, она мне присылала отчеты. Я посмотрел показатели, и они меня, честно говоря, вообще расстроили, потому что у Людмилы, ну, очень маленькая выручка, потом посмотрите, мы сейчас будем обсуждать. И я понял, что просто девчонки что сделали? Они сделали ремонт, открылись и сидят теперь, ждут, когда все само по себе произойдет. И я намерен их заставить работать, или они начнут работать, ну, или мы с ними прекратим работать, потому что, ну, невозможно, да, если они сидят при пустом салоне и ничего не делают при этом, ну, мне это удивительно, потому что я бы сидел, ну, я бы рыл землю, честно говоря, потому что сделать ремонт, открыться и сидеть, ждать, пока само произойдет, я бы точно не стал. Давай сейчас мы с ней поговорим и посмотрим вообще настрой Людмилы. Звоню ей в скайп, набираю. Так, Людмила, а ты где? О, привет. Да, привет, Сережа. Ага, классно. Привет из Мариуполя. Людмил, что я хочу тебе сказать? Я хочу тебе сказать, что у вас все плохо. Мне вообще не нравится то, что, да, вот, поэтому мы, ну, когда ты приезжала к нам на Новый год последний раз и разговаривали, ты говоришь, ну, нормально, все хорошо, ты в таких обтекаемых фразах все говорила, сейчас вот налаживается, потихоньку все происходит, но я вижу, что у вас ничего не происходит. Я вижу, что все мертво. Значит, за неделю я вижу, что у вас было. Что за неделю, да, за прошедшую? 21, ну, 21 чек у вас всего был, правильно? Вот, да, 21 чек. И там, какая выручка за неделю, напомни мне, просто ты мне много прислала тут разных этих бумажечек. Сейчас, минуту. Января, вот, ну, с первой недели, начало января очень слабо. Не, вот, 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 с начала января, ну, вот, давай последнюю неделю, вот, которую мы с тобой, так, с 14 января. выручка короче у вас меньше 100 долларов я вижу а нет маникюр педикюр там чуть больше 100 долларов вот за неделю выручка кивсей у тебя получается меньше вообще за неделю выручки меньше 200 долларов это выручки ну да я вижу что самые большие деньги тебе приносит принципе самый выгодный тебе это аренда кабинета до которой ты сдаешь там под что под массаж и там сколько они тебе платят в месяц еще один маленький кабинет то есть около около 200 долларов чистой прибыли у тебя дает это эти два понятно смотри мы в прошлый раз тобой разговаривали о том что как ну каким образом вы привлекаете клиентов и мне назвали что вы провели два мероприятия первое мероприятие вы сделали флайеры до которые разносили по квартирам и как мы ну как мы увидели ты сама наверное это поняла что там было совершенно дурацкое предложение задача ваша до придумывать классные интересные предложения вот не надо сделать много да вот сделайте что-то одно что сработает правда смотри вот вы начали записывать ну предлагать людям делать запись вот последнюю неделю да я вижу из 21 клиента согласилась 7 да это ровно треть ровно третья часть 33 процента раньше у вас сколько записывалось меньше или столько же записывалось повторно я предлагаю все-таки сделать в интернете рекламу локальную ну по по местности тебе нужно придумать какое-то очень классное предложение фейсбуке мы мы сделаем вам сайт но здесь можно начать без сайта просто фейсбуке есть такая очень хорошая опция называется спецпредложение акция она называется акция то есть мы фейсбуке настроим вам акцию и твоя задача придумать какая-то будет акция она должна быть интересной то есть акция для новых клиентов это не для тех кто у вас уже был а для новых до для тех кто еще ни разу вас не был она должна человека сподвигнуть прийти к вам вот первый раз я думаю предложение должно быть сильным и это должно быть например скидка 50 процентов на первое посещение есть такой тоже хороший прием знаешь какой ну который помогает человека записать на на следующий раз ну например смотри есть например какой-то срок у каждого у каждой процедуры в тень ну на которой она работает ну например маникюр в среднем работает там на неделю условно да вот смотри есть маникюр на три недели хорошо и ты говоришь если вы записываетесь повторно до на срок до трех недель то вам будет скидка 10 процентов а если свыше трех недель то как бы без скидки нам сейчас нужно тебе нагнать много клиентов я тебе расписал уже все да тебе ничего думать не нужно на рио первых тебе нужно перестать ждать что само по себе как-то вот она она по само по себе очень долго будет все это происходить кто 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 говорит тебе что надо ждать весны люди более прагматично ну и считаю что уже коллектив коллектив работает за зарплату коллектив работает за зарплату но как бы это не предприниматели знаешь что мне не понравилось в твоих этих то что ты мне писала что средний чек по стрижке у тебя чуть там сто сто пятьдесят гривен счет за чек такой нас по стрижке так ладно хорошо пока сцену пока не трогаем смотри первое нужно все тебя цифровать я сделаю тебе таблицу ну чтобы знаешь долго не объяснять мне проще я сделаю тебе таблицу ты будешь сама каждый день заполнять какие там будут показатели количество клиентов средний чек про повторная запись значит выручка затраты и прибыль мы должны перевести мы должны понимать какая наша прибыль смотри наша задача выйти вот первое да первое самое наше но к чему мы стремимся это к первому марта 1000 долларов прибыль должна быть прибыль к первому марта у нас чистое за минусом всех расходов понимаешь задание сделать расчет того сколько тебе нужно выручку получить и сколько это должно быть клиентов примерно с каким средним чеком да потому что значит 3000 в день должно быть условно вот и плюс еще тебе нужно заложить 500 долларов на маркетинг и с 1 февраля мы запустим рекламные кампании мы запустим с тобой и платные бесплатные способы привлечения клиентов 500 500 долларов это много я заложил я не знаю куда где в мариуполе мариуполе до в интернете потратить их но ты заложить просто заложи чтобы у нас был 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 как бы запас да смотри на февраль мы с тобой ставим 100000 100000 выручку до гривен правильно 100000 тогда мы получаем чистую где-то будет наверное тысяча долларов но мне надо время я еще посчитаешь да да тебе задание какое значит вот этот расчет сделать это первое задание второе задание тебе да это сегодня вечером ты мне расчет присылаешь вот этот вот значит до 22 часов и второе задание до 22 часов сгенерируйте сама или вместе с катей 7 способов бесплатного еще привлечения клиентов которые мы можем попробовать вот но вы их будете пробовать после того как мы с вами их обсудим мы сделаем правильно правильное сообщение людям для того чтобы для того чтобы вы просто они сработали и значит сообщение я думаю в акцию мы запустим наверное как тебе 50 процентов скидка для ну для первого посещения на что это будет на любую на любую процедуру конечно конечно да мастер мастер получает 50 процентов то есть они у вас не зарплату получают тогда все работаем вечером жду от тебя отчета и включаемся по полной программе все давай пока до встречи посмотрим через этого получится потому что мы сейчас должны нагенерировать на самом деле много каких-то способов я думаю может быть как проконсультируемся еще с каким-то экспертом по салонам красоты посмотрим с интернет маркетологами каким образом лучше это сделать думаю включим сейчас все что можно но нам нужно сделать поднять эту выручку в несколько раз для того чтобы девчонки вышли в прибыль хотя бы тысячу долларов смотри я дал людмиле задание на неделю прописать 7 действий которые бы она внедрила и которые бы дали ей результат потому что мы с ней решили на февраль поставить такой план 100000 гривен сделать выручки то есть наша задача сделать так чтобы к первому марта правильно мы имели этот результат и мы могли собственно на этой позиции с людмилой расстаться и дальше она будет уже понимать куда идти чтобы вы выручку и дальше она ежемесячно будет работать то есть наша задача сейчас прийти с ней конкретному этому результату к первому марта мы должны сделать 100000 гривен 100000 гривен смотри это почти 4000 долларов да то есть поэтому нужно использовать только быстрые способы ну то что в долгу у нас нам нам не хорошо и нужно использовать не сильно дорогие способы потому что бюджета у нее особо-то нет она написала то что думает сделать она да первое сделать подсветку над вывеской наружность чтобы было видно вечером ну мне кажется это элементарно странно что это давно не было сделано у нее не подсвечен фасад, то есть когда люди проходят мимо, они просто не видят, что они не видят, что там что-то работает. То есть они должны к ней заходить, типа если они знают. Да. Дурость. То есть это первый момент. Если вас не видно, вы должны сделать так, чтобы люди знали, что вы здесь находитесь. Окей, второе. Второе действие. Придумать беспроигрышную акцию. Привлекательную. Это она написала? Это она написала. Такое действие. Хочу успешный успех. Это как цели, да? Да. Я хочу, чтобы в этом году я разбогатела. Бред. Ясно? Окей. Ясно. Поставить возле салона меловую доску или штендер? Штендер это обязательный момент, безусловно. Особенно если не видно, то штендер ставится. На штендере всегда пишется какое-то привлекательное предложение. То самое, которое она написала, да? Очень привлекательное предложение для того, чтобы аудитория это видела. Штендер, да. Окей. Я буду писать. Да, давай. Значит, первое подсветку, второе штендер. Я и дал задание это сделать. Да. Уже вчера вечером отправил. Прорисовать снаружи, на окне или двери все наши услуги. Да, обязательно. То есть использовать фасад как вывесок. Максимально для продаж, конечно. Единственное, что она там напишет? В идеале, если бы там было какое-то место, где тоже можно было бы транслировать и акцию в том числе. Инстаграм сделать привлекательным и познавательным, и посты выставить. Делать сторис, думать над этим постоянно. Ну, можно об этом думать постоянно, в принципе, над этим ничего денег не прибавится. Да, и больше ничего не делать. Я считаю, что сейчас Инстаграм в данном случае с целью на месяц, Инстаграм это долгосрочное действие. Во-первых, им нужен кто-то, кто будет разбираться. Людмила никогда этому не научится, это вообще не ее сильная сторона. Представьте себе, что сегодня вы даете рекламу у Ольги Бузовой, и к вам идет огромный трафик людей. Они переходят на ваш Инстаграм, и что они видят? Скорее всего, вот если вы поймете, что то, что они видят, вряд ли их привлечет, потому что если там нету нормального, длительного какого-то видения, не трех постов, если там ничего все непонятно, внятно, ясно, яркие картинки, если это не тот Инстаграм, которым вы гордитесь, скорее всего, вы сольете эти деньги. Просто все узнают, что у вас плохой Инстаграм. Просто это пройдет мимо, но даже люди, они не будут говорить, ой, у нее плохой Инстаграм, они вообще вас не заметят. Поэтому Инстаграм вы можете включать только в том случае, если он у вас уже классный. Над этим нужно поработать, это не быстрое действие, действие в долгую. Мы сейчас говорим о быстрых 100 тысячах гривен, которые нам нужно заработать. Поэтому Инстаграм нет. Не сегодня. Разнести привлекательное предложение в школу и садике, раздать директору воспитателям, мамам. Пример. Маме стрижка ребенку бесплатную стрижку. То есть такое привлекательное предложение в детские сады, в школы, да, мама стрижется, ребенка бесплатно стрижем. Рядом, который находится. Ну, наверное, да. Ну, мне кажется, это не очень хорошее действие. Ну, это как бы действие, это такое лучше, чем ничего, но оно особо ни о чем. Я не вижу в нем... Ну, не так просто будет договориться с директором, там, с воспитателем, чтобы... Мне кажется, это сложно. Вот надо убирать. Это не действие в точку. Я бы не назвала его прям попадание. Поучаствовать в бесплатной телепрограмме. Ну, очень как бы... Очень расплывчато, да. Хорошо бы мне попасть на первый национальный канал, да. Да, это долго, непонятно как, и кому ты нужен. Нет. Весной в драмтеатре позаплетать косички девочкам, их пригласить. Причем тут весной, когда мы говорим о том, что нам нужно сделать с ней прямо сейчас какие-то действия. Но она... Вот люди уходят в долгие процессы. Это все? Да. Ну, она мне потом что написала? Смотри. Она написала, что она разговаривала с мастерами, и мастера говорят, что надо дождаться весны, потому что весной, наверное, будет лучше, чем сейчас. Вот. Ад. Да, да. Ад. Мне в этом случае хочется всем выдать красненькие пистолетики и застрелиться. Надо, в общем, не торопиться, а в долгую создавать салонную репутацию, имя и так далее. Вот то, что как бы она написала? Это главная ваша ошибка. Не торопиться. Когда-нибудь потом оно случится. Вот я вам скажу, когда-нибудь потом ничего не случится точно. Итак, для того, чтобы мы могли это показать, да, наша задача сейчас сделать Людмиле ряд мероприятий, порекомендовать. Ряд действий. Ряд действий, да, которые помогут прийти к той цифре, которая есть. Есть ключевая проблема, которая меня волнует. Это то, что первое, они не верят в свои силы, они расхлябаны почему-то. Почему-то они считали, что сделав ремонт в салоне, все автоматически решится, да, то есть делать больше ничего не нужно будет. Мастера, которые продолжают рассказывать им, что делать. И, в общем-то, полная такая расслабонка, еще какие-то, наверное, личные проблемы. Ну, в общем, ну, типа и зима, и холодно. Надо подождать. Надо подождать. Значит, если у вас такая стратегия, еще раз говорю, есть стратегия красный пистолет, можно любого другого цвета, можно действовать. Я сейчас не уверена, что у нее получится по одной простой причине. Я не уверена, что у них хватит энергии сейчас и собранности в том, чтобы настроиться и это сделать. Потому что по действиям это сделать можно. Мы не стоим с тобой рядом, к сожалению. Но я предлагаю сейчас нам нагенерить несколько хороших идей, которые они должны будут внедрить. Ну, мы с тобой уже вчера вечером нагенерили. Вот смотри, я их себе записал, давай сейчас обсудим просто. Это то, чем мы занимаемся по ночам. Я-то хотела сделать вид, что мы на работе этим занимаемся, но теперь ладно. Окей, давай. Я считаю, что первое, что нужно сделать, пересмотреть оплату труда мастеров. Потому что, если мы это не сделаем, то мы не сможем внедрять большинство действий, которые мы с тобой придумали. Давай объясним, в чем проблема? Проблема в том, что мастера сейчас получают не зарплату, а 45% от выручки. То есть практически половину? Практически половину. И получается, что если, например, делать какие-то акции со скидками, либо бесплатно что-то предоставлять, то если бесплатно, то нужно ей самой платить своим мастерам. То есть это для нее платно? Да, для нее это платно. И получается, мастера не заинтересованы особо работать за какую-то сниженную цену. То есть с акциями сложно. Я предлагаю. Сейчас мастера все равно мало получают, потому что выручка маленькая. Я предлагаю установить мастерам какую-то зарплату. Пока что небольшую, затем повышать. Предложить, да. Предложить зарплату и сказать, давайте мастера, вот мы с вами сделаем не процент, а зарплату, но вы ее гарантированно получите. Что тогда получается? Получается тогда, что у Людмилы, у нее... И у Кати. И у Кати. У них сейчас иллюзия, что нет клиентов, ничего страшного, мы же и мастерам не платим. Ну давайте, да. Момент самый главный какой. Получается обязательство. У них нет арендной платы, и поэтому они себя так чувствуют. И у них нет зарплаты. Вот. В тот момент, когда вы жалуетесь, что у вас аренда жжет, вот меня всегда это спасало. Да? Вот эти все аренды, платежи, зарплата сотрудников. Потому что у тебя нет выхода, да? Как сказала моя подруга, встретив меня. Как у тебя так получается? Приехать с отдыха и на следующий день влетать в ресторан так, что вокруг падает посуда, а я вторую неделю не могу прийти в себя. Я ей говорю, а ты найми побольше людей себе, а ты себе рекламные бюджеты запусти, детей себе еще роди, и у тебя тоже получится. И от мужа деньги не бери, и тоже все будет. Так, окей. Значит, мы хотим предложить им вариант того, чтобы они перевели их на зарплату. На зарплату. В таком случае... По крайней мере, на какой-то период. На какой-то период, да, потестить этот. Ну, например, вот на февраль. Мы же за февраль берем, да? И таким образом, сейчас задача тогда ставит какая? У них фиксированные уже есть затраты. Ну, например, вот зарплата всех мастеров, там пускай 20 тысяч. И они должны, их задача, все, что они сверх этого заработают, все им останется. Потому что они мастерам только 20 тысяч должны. Давай еще такой момент. Мы поставили цель 100 тысяч, сейчас какой у них оборот? Ну, у них в декабре был 30 тысяч. Вот. В январе, я так понимаю, у них будет меньше. Потому что январь слабый. По январю же еще нет. Значит, смотрите, проблематика маленького города. Это город Мариуполь. Проблематика маленького города заключается в том, и, кстати, не всегда тоже маленького, что, например, такие услуги, как педикюр, женщины не делают ежемесячно, что для меня было открытием. Женщины не стригутся ежемесячно. Мужчинам в этом плане, ну, у них отрастают волосы, надо. Вот. Женщины не все окрашивания делают ежемесячно. То есть для многих салон красоты – это период тогда, что для меня удивительно, когда эта красота нужна. И у них есть такая проблема, скорее всего, ну, единственная, это нехватка денег на все. Да? То есть, наверное, каждая женщина была бы счастлива, ну, я надеюсь на это, что это только из-за денег. Вот. Каждая женщина была бы счастлива делать процедуры регулярно, но бюджет, безусловно, на что-то тратится. Да? Ну, так или иначе. Вот. Поэтому и получается неравномерность. К Новому году, ну, типа, все хотят, чтобы надеяться, что если они это сделают, то прям весь год будут красотками. В январе это все дело утихает. Ну, у некоторых людей. Соответственно, меньше выручка. Правильно? Значит, смотри, наше предложение – это зарплата мастерам. Давай дальше. Да, зарплата мастерам. Дальше, смотри. Ты предложила правильно вчера и правильно сейчас сказала, что у женщины часто не хватает денег на весь комплекс процедур, которые ей, ну, каждой женщине как бы нужен. Да? Это стрижка, окрашивание, маникюр, педикюр, возможно, еще какие-то там процедуры, дебиляция. Вопрос в том, что, например, все акции, которые связаны, там, пять стрижек или пять причесок, например, абонемент купи на пять стрижек. Но давайте входить, очень важно всегда, я хочу вас научить думать, очень важно всегда анализировать ту ситуацию, в которой мы живем. И человек, у человека есть очень много трат. И даже если взять один спектр красоты, то у женщины все равно, у каждой есть какой-то свой, ну, как бы минимальный пакет, да? То есть, например, у меня это обязательно руки, ноги, покрашивание волос, стригусь я реже. Косметолог хотя бы, да, там, раз в месяц, но это не у всех есть. Что еще есть такое? Там, брови, да? Вот еще мы забыли о таких вещах, как брови. Например, кто-то делает ресницы, наращивание или ламинирование, или еще что-то. И вот этот набор услуг за счет того, что нам нужно, ну, кому-то большая часть из этого, кому-то меньшая, если делать какие-то пакетные предложения, то лучше продавать человеку всю линейку, которую он использует ежемесячно, чем пять стрижек. Делать инвестицию в стрижки, которые будут когда-то, и маникюр, который сейчас, это разные вещи. Поэтому я предложила следующий вариант. Я предложила, Людмила должна дать варианты, как это будет, когда мы берем ряд услуг, которые есть у них в салоне. Ну, например, это там окрашивание, например, это стрижка, например, это маникюр, и там, например, это брови, ну, к примеру. И когда человек покупает три услуги какие-то, четвертая услуга ему дарится в подарок. Ну, желательно, чтобы она по стоимости все-таки была для человека весомой, да? То есть, чтобы это не было там совсем 20 рублей, которые никому не нужны. Сопоставимо стрижку. Сопоставимо. Например, он делает окрашивание, стрижку, маникюр, и педикюр получает в подарок. При этом оплачивая, да, сразу три опции. То есть, он их купил сразу же три, он их может делать в один день, в разные дни, но четвертый он получает в подарок. В этом случае есть такой момент, что ты покупаешь что-то еще тебе нужное, да? То есть, ты получаешь то, на что бы ты хотел потратить деньги. То есть, нежели чем ты покупаешь сразу же шесть бровей, да? Хочу, чтобы вы эту разницу понимали. Это первое предложение. Людмила должна предложить несколько вариантов нам по ценам, и мы подскажем ей, какой вариант наиболее оптимальный. Правильно? Правильно. Кстати, вот мы внедрили с ней запись, сразу же она предлагает запись. Тридцать, ну, треть всех соглашается записаться. Ровно одна треть людей. Это здорово. Да, если раньше у них вообще не было повторной записи, то раньше. И мы с тобой подумали, а почему бы не усилить это предложение, и сделать так, чтобы, например, предлагать сразу не просто записаться, а еще сразу заплатить. И сделать при этом скидку 20% человеку. Если он платит не потом, когда будет эту процедуру проходить, а в момент записи он уже может заплатить. С 20% скидкой. Таким образом сразу будет генерироваться кэш. Так. Я думаю, что для многих это будет нормально. Да, и человек не будет потом спрыгивать. То есть даже если он будет спрыгивать, он все равно будет возвращаться. Дальше. Так, ну, на видном месте сделать постер с акциями снаружи и внутри. Да, я вот считаю это очень важным. Мы часто придумываем какие-то вещи, и клиент об этом не знает. И меня это страшно бесит. Смотрите на большие магазины. Когда идут скидки, они обязательно об этом пишут. Ну, кстати, не всегда тоже какие-то бывают вещи, когда ты проходишь, и тебе проговаривает это продавец. А бывает, что не проговаривает, проговорил кому-то другому. Значит, я предлагаю прямо на рецепции сделать место с таким штендером, где бы менялись плакаты, в зависимости, договориться рядом у них есть рекламное агентство, типография, где бы менялись красивые вот эти надписи. Плюс поставить, ну, в стеклянных таких вот штучках, на каждый стол тебя обслуживают, поставить такой маленький баннерочек, да, с двух сторон, где будут различные рекламные предложения, которые будут меняться. То есть пока человек сидит, он смотрит на это предложение, изучает его, ему нечего делать. То есть это идеально. Еще я всегда предлагаю делать, я предлагала это когда-то своей подруге Ксюше, сделать книжечку, прайсик такой, с услугами, и желательно симпатичный. Для того, чтобы вот всегда у нас есть проблема. Мы сидим, и мы не знаем, чем нам заняться. Нас два часа красят, еще что-то. Ты листаешь все, что есть. Только благодаря этому, мне кажется, живет средство массовой информации, журналы. Вот, хотя есть телефон уже, да, но не для всех. Вот, ну, как бы не все люди еще, слава богу, погрузились в телефон. Поэтому иногда нам гораздо проще написать о наших услугах классно, чтобы человек почитал и вообще понимал, что они есть. И просто это положить. Это навсегда, как бы, да, такая вещь. Ну, можно оставить там ценнички какие-то менять. Поехали дальше. Делать, постоянно составить список акций и каждую неделю какую-то акцию новую запускать. И на эти плакатики делать, да. То есть каждую неделю новую акцию. Затем, очень классный момент сделать для тех клиентов, которые любят акции, специальную группу в каком-то мессенджере, например, в Вайбере, и их туда спрашивать, хотите вы узнавать первыми. Но я предложила это не так. Я предложила сделать анкетирование. Сделать маленькую анкету, только небольшую, а маленькую. Где человек после того, когда он прошел услугу, он берет эту анкету первый раз, да, он заполняет свое имя, фамилию, оставляет свой контактный номер телефона. Мне даже кажется, что мейл можно его и не брать на самом деле. Ну, можете добавить мейл, захочет оставить, захочет нет. И дальше написано, оцените качество наших услуг и какие бы у вас были пожелания. На самом деле, часть людей ничего не пишет, а часть что-то обязательно, если ему наболело вот сейчас, он это обязательно напишет. Это очень хорошо иметь обратную связь. Плюс, как всегда, написано, если вы желаете получать от нас акционные предложения, поставьте галочку или желаете ли вы получать от нас акционные предложения, да или нет. Человек говорит, да, супер, тогда я предложила создать группу в том мессенджере, который у вас более развит. Это может быть Telegram, может быть Viber, может быть WhatsApp, что вам удобнее. И в эту группу добавлять людей, своих клиентов, и отправлять им туда акционные предложения по мере того, как они появляются. Ничего больше другого, никакой рекламы и ничего. Таким образом, во-первых, вы будете напоминать периодически человека, во-вторых, он будет видеть интересные предложения. Мы все ведемся на акции, будем откровенны. И это очень хорошо. И всегда сможете сгенерировать деньги, если вам срочно они нужны. Да. Выдав интересное предложение именно за той аудиторией, которую любят. Причем вам не нужно никому звонить, вам не нужно делать много касаний. Вы просто бросаете в одно место и получаете для себя результат. Далее, что мы придумали еще? Сделать клиентам такую карточку, в которой бы, ну красивая какая-то, да, в которой бы наклеивалась наклеечка или отмечалась, или... Все знают МакКафе. Давайте не будем супергениальными. Да, как МакКафе. У них, по-моему, там пятая чашка, кофе бесплатно. То же самое здесь. В чем ошибка? Людмила сделала такую акцию для людей, которые никогда не были ее клиентами, и она сделала такие флэера, они разнесли каждая шестая стрижка в подарок. Теперь представьте себе, что вы никогда не были в этом салоне, и вас туда приглашают на шестую стрижку, которую вам подарят в подарок. Это бред. Но, когда вы становитесь постоянным клиентом, и вы постоянно обслуживаетесь... Хотя бы первый раз пришли. Вот, да, ну, я имею в виду, когда вы начинаете уже обслуживаться в этом салоне, очень приятно, когда пятый раз вам платить не надо. Это очень приятно. Я всегда, ну, меня эти вещи удивляли, когда ты являешься постоянным клиентом, и никакой лояльности к тебе не проявляют. Тем более, это даже круче, чем скидка. Да, круче. Потому что это вообще бесплатно. Ты прям аж думаешь, в этот раз я не потрачу денег. Кстати, такая акция есть, но она немножко другая. Она как с кэшбэком в супермаркете, да? Да, когда нам кэшбэком отчисляют деньги. Вот у нас иногда бывает, что мы с Сергеем приходим с огромной корзиной на 100 долларов. У нас можно на 100 долларов огромную корзину купить, мы счастливые люди. И нам вдруг говорят, с вас 24 гривны. И Сергей обожает эти моменты. Такое ощущение, что ты их выиграл в лотерею, да? Что все это тебе подарили бесплатно. Причем выиграл как будто не 100 долларов, а 100 тысяч. Очень классно. Поэтому вот такую карту мы предлагаем клинить для постоянных клиентов. Так, затем, смотри, делать платные мастер-классы по выходным и плотно работать на аудитории. Ну что такое платный мастер-класс? То есть за небольшие деньги, просто которые, ну, наверное, чтобы просто на рекламу что-то было, чтобы рекламировать этот мастер-класс. Делается какой-то мастер-класс по укладкам, по стрижкам, по прическам, по плетениям, да? Да, да. Например, мы научим вас, как плести. То есть важно брать проблематику, да? Например, быстрая укладка. Как быстро укладываться с короткими волосами, к примеру. Или как плести красивые косы детям. И продавать это. Это будет литген, это будет движение. Но здесь очень важно, чтобы во время мероприятия у вас были какие-то специальные предложения и акции, которые бы вы могли оглашать и сразу же записывать людей. Потому что очень многие люди считают, что вот они сделали мероприятие, а дальше люди сами должны догадаться, им должно понравиться. Сегодня такой мир, что ты просто забываешь. Вот мне бывает присылают, мы хотим вам что-то подарить. Я очень счастлива ровно до той секунды, пока я не переключилась на что-то. И через неделю я вспоминаю, что мне что-то писали. Мне хотели подарить BMW, а я в это время переключилась. Ну, шутки шутками, да. В это время было Bentley. Шутки шутками. Поэтому мы предлагаем делать ивенты. Но не только это. Второй есть очень важный способ, и над ним нужно поработать более серьезно, я считаю. Это непосредственно партнерские взаимодействия. В чем заключаться должно партнерство? То есть первое, когда вы делаете какой-то партнерский ивент, то вы должны понимать, что у вас должна быть одна аудитория. Перекрестная одна аудитория. Что значит одна аудитория? Это не только пол, это не только возраст, но это и ценовой диапазон. Ну, то есть люди, которые в этом ценовом диапазоне, в возрастной группе плюс-минус пересекаются. Кто это может быть у Людмилы? Например. А, и у людей, с которыми делается это мероприятие, ну, во-первых, должно быть перекрестная аудитория. Во-вторых, всегда стоит, кому они пойдут, где это, на чьи территории это будет проходить. Поэтому в идеале, если вы будете искать тех людей, у которых нету территории, для которых территория ваша станет очень классным способом, ну, как бы очень классной мотивацией, то есть они быстрее согласятся. Кто это может быть? Например, существует достаточно большое количество консультантов компании Avon, Reflame, Mary Kay, у которых есть своя аудитория, которые работают с женщинами, которые хотят быть красивыми. Но при этом они проводят презентации, как правило, на дому, или для них это проблема. Можно находить таких, попробовать, найти таких парочку девушек, пообщаться, с кем вы больше сойдетесь, у кого лучше аудитория, и сделать ивент на вашей территории. То есть они приведут своих женщин для того, чтобы, например, презентовать новую линейку косметики. У них это часто происходит. Чтобы их накрасить, там, возможно, ваши мастера какие-то могут даже помочь это сделать. И вы со своей стороны сделаете какой-то мастер-класс от себя, там, например, может быть, вы уложите вообще этих женщин. Ваша задача – получить аудиторию и разработать, опять-таки, план, рассказав им о своих акциях, рассказав им о том, что есть у вас. То есть повзаимодействовать с этой аудиторией в момент того, когда она будет расслаблена, она сможет увидеть ваш интерьер, она сможет увидеть ваш салон, она о вас раньше не знала, она сможет увидеть, что вы лояльны. Вот такие вещи по выходным в один день, там, на три часа – это отличное место для Литгена, для новых встреч и для возможностей. И если у вас, я надеюсь, все-таки существует предпринимательский дар, то, как правило, когда этот ивент происходит, у вас приходит еще, как у меня, 354 новых идей, как можно сделать это лучше. Ну и плюс еще обязательное условие, я считаю, что мы должны сделать – это все-таки настроить таргетированную рекламу по геолокации, да, в радиусе там полкилометра. С какой-то акцией. С какой-то акцией, да. С какой-то акцией. В Фейсбуке есть даже такой функционал, именно акцию. Можно создать акцию, рекламировать эту акцию. В Инстаграме тоже можно сделать это в сторис. Да. Мы тоже должны, то есть это уже должны сделать мы, правильно? Это мы сделаем мы. Кто-то из наших партнеров сделает, это настроит, да, для этого не нужен ни сайт, ничего, это просто настраивает. И теперь самое главное, о чем вы должны помнить, что какую бы идею вы ни придумывали, вы должны с ней работать. И вы должны работать с теми людьми, которые приходят. Не быть му-му, а разговаривать с ними, помнить, что их нужно записать, что им нужно обо всем рассказать, что им должно стать хорошо, спросить их. То есть взять их в контакт, ввести в свою базу. Потому что если вы делаете какие-то мероприятия там со скидками, со спецпредложениями и при этом красиво улыбаетесь, как это было у нас, да, когда мы сходили вдвоем за услугу за 10 долларов, которая стоит обычно 50 на одного, и нам еще в конце подарили подарочки, да, и все сказали спасибо большое, до свидания. Это, конечно, просто... Они еще в конце сказали вдогонку, приходите, не смело, не смело. Это было страшно, приходите. Мы же продаем. Вот, я думаю, что это то, чем мы сейчас должны работать. И самое главное для всей команды, и для Людмилы в том числе, понять, что ждать ничего нельзя, что ожидание вообще ничего вам не даст. Если вы мертвые, то признайтесь, что мы мертвые, и сдайте это помещение в аренду тем людям, которые будут им заниматься и сделают хороший салон. Поверьте мне, есть такие люди. Это, кстати, тоже вариант. А у них там, кстати, два кабинетика, они сдают в аренду. За один получают 3 тысячи гривен в месяц, за второй 2 тысячи гривен в месяц. Эти деньги они сейчас тратят на обучение Кате. Это прекрасно. Самое главное – это иметь рядом людей, которые чего-то хотят. Гоните в шею людей, которые не обладают энергией. И сами поймите, что ваш бизнес никто за вас не сделает. Никакой мастер. Последнее, что вы можете делать, это слушать своих мастеров, которые говорят вам не «давай-давай, я готов рвать зад», а «давайте подождем». Подождать можно только смерти. Мы пошли работать. Не люблю ждать. Теперь я могу абсолютно точно сказать, что у Люды Калиниченко все получится. Призвание Людмилы по эволюшену – это стратегия и организаторство, способность к адаптации любой ситуации, распознавание успешных тенденций, использование рациональных, эффективных и быстро обновляемых подходов, умение соединять нужных людей, быть в курсе всех процессов, видеть точки роста и следующие этапы развития организации систем, которые будут работать автономно. Заметьте, находясь вообще в полном аути, когда салон Людмилы приносил 3000 гривен, она нашла в себе смелость, силы, будучи мамой троих сыновей и дочери, взять, приехать в Киев за последние деньги и стать участницей шоу. Это очень круто. И это говорит о том, что это действительно ее призвание. Она всегда будет выплывать. У нее есть два бизнес-таланта. Даже не два, а три. Первый – это лидерство. Создание бренда, создание впечатляющей надежности. Это очень круто. То есть это лидерский талант, который и привел ее к нам, и который однозначно не даст ей в каких-то ситуациях покориться и позволит ей достичь успеха. Как я уже говорила, Люда – одна из наших самых исполнительных участниц. Наверное, самая исполнительная участница. Никто так не реагирует очень быстро на те действия, на внедрение этих действий, которые мы ей даем. Второе. Второй ее бизнес-талант – это контроль качества. Заметьте, какая классная опция для человека, который занимается таким бизнесом. И третье – это генерация ресурсов. Производительная энергия, притягивающая ресурсы для реализации общих дел. Привлечение знаний, денег. Заметьте, как быстро она привлекла в свою жизнь Катерину. В течение одной недели она уже нашла себе партнера для бизнеса. Люди не могут сделать этого годами. Возможностей и принесения плодотворной энергии для реализации проектов от старта до победы. Ну, мне кажется, что здесь все говорит само за себя. И сейчас я хотела бы, чтобы мы узнали, как Людмила оценивает то, что она узнала о себе на этом сервисе, что она для себя может применить. И, безусловно, узнать рекомендации Паши, создателя, опять-таки, сервиса, что бы он порекомендовал Людмиле сделать для того, чтобы достаточно легко достигнуть того, что дано ей, в общем-то, в этой жизни. И напоминаю, что вы также можете узнать это о себе. Так что не забывайте переходить по ссылочке внизу и интересоваться. Это очень интересно. Я хотела бы сказать о программке «Эволюшн». Какое у меня было первое впечатление? Первое впечатление, когда я начала читать о себе, когда уже занесли мои данные. Ну как, я начинаю читать и думаю, откуда столько мудрости в этом во всём? Вот как-то у меня это всё из жизненного опыта. И я бы сказала так. Если бы мне раньше дать эту программу, ещё лет в 20, в 25, и я бы это проанализировала, то, что я сейчас уже анализирую, вижу, знаю свой характер и вижу, что это всё повторяется, то, что там вот пишут. Я бы не сделала, может быть, столько ошибок. Я бы больше и лучше бы всё у меня в жизни получалось. Так что программа мне очень понравилась. Это ничего не сказать. Мне очень понравилось, что мне не хватало. Очень полезный опыт был то, что у меня с дыханием, то есть с дыхательной системой, очень в помощь подошло. Некоторые позиции я даже читала, у меня даже слёзы были на глазах. Я не знаю даже, как это я так прониклась этой программой. Но ребята молодцы, что я могу сказать. Настолько вот видно, что они действительно изучили эту тему. То, что там ещё показало, что я, как у меня данные лидера, и тоже, если я это слишком, слишком это, ну, не всегда правильно это использую. Это очень большого опыта стоит. И вообще, конечно, я ещё не полностью разобрала. Я тут конспектировала сегодня, но у меня очень мало времени. Сейчас покажу. Вот здесь вот конспектировала, разбирала это всё. Но ещё до конца это всё не разобрала. Что хотелось бы ещё сказать? Хотелось бы передать привет этим ребятам, которые создали эту программку. Я рекомендую всё-таки людям её посмотреть. Она действительно дорогого стоит. Но мне, во всяком случае, она помогла, вот, ну, частично то, что я успела разобрать, разобраться в себе. То есть я поняла, что не нужно сильно торопиться, что не нужно торопить события. То, что у меня была ошибка, то, что я всё время торопила события. Мне всё время не имётся. Мне всё время хочется быстрее результат. Мне всё время всё хочется быстрее, быстрее сделать. На самом деле нужно прислушиваться к внутренним чувствам, то есть как бы не нужно ни для кого быть хорошим, то есть нужно всё, вот для меня это всё проходит через любовь. У меня действительно очень, я люблю с людьми общаться, у меня хорошо получается командная работа, и когда я вот это всё прочитала, то, что мне там по дате рождения, конечно, очень много совпадений, ну некоторые там процентов 10, есть то, что я ещё не совсем разобралась с этим, потому что читаешь, вникаешь, хочется понять. Но после трансёрфивных реальностей, когда я читала Сэйланда, как бы здесь легче понимать, там, конечно, было ещё сложнее всё это понять. Так что читаем, несколько раз ещё буду разбирать. В общем, всё хорошо. Пока-пока. Доброе мгновение, друзья. Сейчас мы проведём экспресс-анализ для Людмилы и расставим акценты в её бизнесе. Итак, смотрим дело жизни, и в деле жизни мы видим здесь талант осознания себя. Здесь есть такой момент, он очень непростой в самом начале, когда в жизни происходит очень много всяких тяжёлых событий, и хочется просто скрыться от всяких людей, и придумать себе вынужденную работу для того, чтобы через неё, опять же, отдалиться от всех и всего. И здесь очень сильная точка роста происходит тогда, когда вы уединяетесь для того, чтобы осмыслить весь полученный опыт, в том числе тот, который, возможно, был тяжёлый. Потому что здесь очень огромный потенциал обогащать других людей через свой опыт, через свою мудрость и помогать другим людям справиться со сложными ситуациями в жизни. Такой человек, он в бизнесе гениально раскрывается, как очень хороший адвайзер, потому что он может оценить, насколько вкладываются другие люди, насколько они соблюдают технологии, насколько они добросовестно работают, никто ли не ворует в компании, кого нужно уволить, а кого, наоборот, нужно премировать. Это всё раскрывается из хорошего такого осознания себя и способности, опять же, проецировать это на бизнес. Поскольку здесь мы видим способ проявления, это самовыражение, соответственно, здесь про лёгкость, про естественность. Это говорит о том, что верным признаком вашего дела является то, что для вас легко, то, что происходит естественно, то, что происходит само собой. Если что-то сложное, это ложное, и необходимо просто пересмотреть и честно с собой поговорить на тему того, то ли это, для чего я это делаю. Если смотреть дальше, через что будет реализовываться бизнес, мы видим здесь чувствительность к потребностям окружающих. И это стремление создать какую-то общую платформу или компанию, где люди, чувствуя потребности друг друга, могут объединиться и вместе реализовать цель. То есть есть потенциал увидеть верный путь между материальной и духовной жизнью, потому что здесь важно организовать компанию так, чтобы людям было всего достаточно, чтобы у людей было достаточно ресурсов, как финансовых, так, например, и жильё, и опять же, и общение, и образование. Поэтому в идеале выстроить свою компанию так, чтобы люди получали всё это. С помощью работы у вас необходимо, чтобы люди могли достаточно себя обеспечивать, чтобы они были обеспечены жильём, чтобы у них было обеспечено, опять же, постоянное развитие, образование, повышение своего мастерства, курсы повышения, квалификации и так далее. Это необходимое условие. Если сделать так, тогда у бизнеса будет огромный успех. Какова здесь роль в бизнесе? Во-первых, мы смотрим, что здесь есть талант структурирования, поэтому здесь можно делать такую хорошую структуру, подготавливать платформу для внедрения будущих инноваций, создавать, опять же, структуру, планы или бизнес-планы, всё просчитывать, это то, чем нужно заниматься. И выразить себя как бизнес-стратег. Бизнес-стратег – это тот, кто видит точки роста, тот, кто находит нужных людей и тот, кто способен организовать систему. В идеале система, которая будет работать сама по себе. То есть здесь показателем для человека является правильным то, что если бизнес без вас работает лучше, значит, вы правильно реализовались. То есть вы не должны быть самозаняты в своём бизнесе. То есть должны быть нужны сотрудники, должны быть те люди, которые, опять же, будут всё это пиарить, продавать, обслуживать. И вы просто выполняете роль адвайзера, иногда просто смотрите на статистику, опять же, которую собирают другие люди, насколько компания работает хорошо, можно это делать дистанционно и сделать так, чтобы люди просто сами справлялись без вас. То есть здесь задача именно организовать бизнес, а не быть самозанятой в этом бизнесе. Закон успеха здесь, плодотворная сила, скажу сразу, вот в такой комбинации с третьим способом, с практичностью. Это потенциал миллиардера. И обычно людей, которых я анализирую с таким талантом, они уже с раннего возраста достаточно очень богатки, как минимум это десятки миллионов. И также понятно, что можно встретить людей, которые напрочь забивают на свой талант, когда они просто идут на компромисс, делают то, что они не любят, ради денег. В результате сливается энергия, теряется плодотворность, в том числе это снижается сексуальность и портится семейная жизнь. Поэтому очень важно, чтобы вы занимались только тем делом, которое вы обожаете больше всего, для того, чтобы вы вкладывались в эти проекты, двигали их от старта до победного. И здесь необходимым условием является способ практичность. Это означает, что вам важно вспомнить все те методы, принципы, которые ввели вас когда-то к успеху ранее, поддерживать всегда себя в превосходной форме, именно повторяя знания и методы. Есть, например, люди, которым не постоянно необходимы инновации и обновления. В вашем случае необходимо, наоборот, поддержание традиций. На этом делается упор. И тогда, соответственно, получается проекты двигать просто на самый огромный уровень. И здесь происходит огромная генерация ресурсов. То есть ресурсов всегда будет достаточно, если дело любимое. И вам важно просто создавать сотрудничество с теми людьми, которые, опять же, для вас правильные, которые разделяют вашу идеологию. И, соответственно, еще раз повторюсь, важно поддерживать себя в форме, повторяя все те методы знания и действия, которые ввели к успеху прежде. Это сохранять. Следующим законом успеха является, смотрю, сила. И сила говорит о том, что у вас достаточно энергии для того, чтобы, опять же, вкладываться, для того, чтобы мощно работать. И здесь энергия для самоусиления. Это означает, не нужен никто, кто бы вас мотивировал. То есть вы самодостаточны, вы мотивируете себя сами. Наоборот, когда вы вкладываете свою энергию, какие-то созидательные процессы, которые вам нравятся, вы можете действительно взойти на пьедестал в мире бизнеса. И вам важно проявлять эту силу, просто сфокусироваться на тех проектах, которые вы любите, сфокусироваться на том, чтобы автоматизировать эти проекты. И когда вы в максимальном таком расцвете своих сил, то вы усиливаете автоматически команду. Это приводит к сверхрезультату. Но, опять же, повторюсь, что в вашем случае важно делать акцент на том, чтобы компания работала автоматизированно. Это у вас получится, если вы учтете рекомендации, которые я давал в начале. То есть если подытожить, то вы хороший адвайзер, который делится с людьми, во-первых, мудрым опытом того, что пережили в своей жизни. И то, как вы решили свои вопросы, свои проблемы, это вдохновляет людей. Вы смотрите затем на основании показателей, какой человек работает хорошо, кого примировать, а кого уволить. И вы собираете людей и готовите компанию-платформу так, чтобы люди реализовали все свои потребности. Вам важно чувствовать потребности других людей. Значит, в компании вы бизнес-стратег. Ваша задача именно проработать всю структуру, весь план, схемы для внедрения. И вы организуете процессы так, чтобы система работала сама по себе без вашего участия, потому что вы организатор. Вы участвуете только в тех проектах и двигаете тот бизнес, который вам очень нравится. Тогда есть большой потенциал генерации ресурсов. И вам необходимо действительно самой тоже направлять свою силу. Потому что если сила будет не выражена, то это опять же приведет к разрушительной динамике. И важно, что вам научиться никогда не форсировать, не торопить события людей, потому что это приводит к сопротивлению. Это вот важные моменты. Внедряйте, наблюдайте, осознавайте. Ну что, ребята, этот выпуск подошел к концу, но, как вы понимаете, у нас тут все только начинается, все активно кипит. И мне очень-очень сильно хочется, чтобы вы прежде всего написали, как вам вообще сейчас наша скорость. Если вы не заметили, то мы ускорились в среднем в 10 раз. И работа кипит прямо сейчас. Вот я здесь сижу, снимаюсь, а там Сергей уже работает с нашими участниками. Напоминаю вам о том, что если вы хотите стать нашим участником и очень быстро двигаться, получить профессиональную команду и, собственно, невероятные результаты, то мы единственные люди, которые могут вам в этом помочь и которые превселюдно несут за это ответственность. Обязательно заполняйте анкету. Ссылка на нее находится внизу. Заполняйте анкету. Мы обязательно с вами свяжемся, посмотрим ваш бизнес, проведем консультацию. И если действительно мы можем вам помочь, если мы действительно можем сделать все круто, вы обязательно станете участником нашего шоу. Если вы предоставляете профессионально какие-то услуги и вы хотели бы получить для себя рекламу, презентовать себя на большую аудиторию, не для того, чтобы опарфюниться, а для того, чтобы показать, что вы круто что-то делаете, если вы вообще хотите стать нашим партнером, обязательно заполняйте еще одну анкету, ссылка на которую также у нас располагается под видео, для того, чтобы вы могли, в общем-то, быстро попасть к нам в базу, мы с вами свяжемся и посмотрим, чем мы можем быть друг другу полезны. Кроме этого, вы сможете скачать под видео ссылку на наши планы, действия, которые выполняют наши участники Людмила и Ольга на стратегические задачи, которые мы перед ними ставим. Возможно, вам это также в бизнесе пригодится, поэтому переходите и скачивайте это по ссылкам. Также каждую последнюю пятницу месяца мы будем встречаться со всеми нашими участниками и даем возможность делать эти встречи не только с теми участниками, которые сегодня являются реальными участниками в шоу, но и теми, которые когда-либо у нас обучались. Мы решили запустить такой себе клуб выпускников с абонентской платой, с небольшой, естественно, чтобы у вас было время, хватало сил, знаете, как обычно, а то все время все заняты, и мы готовы продолжать работу с теми участниками, которые были у нас ранее. Мы готовы это делать раз в месяц на стратегических сессиях, а также поддерживать вас в процессе этого месяца на личных консультациях, чтобы вы могли дальше продолжать двигаться и не останавливаться. И очень хотим, чтобы эта идея работала, поэтому всех наших участников мы ждем. Кроме этого, как мы уже говорили, раз в месяц сами участники шоу будут выбирать одного, самого результативного, по их мнению, по тому отчету, который они будут делать, и этому человеку будет доставаться классный подарок от наших различных партнеров для дополнительной мотивации. Ну а для вас сегодня тоже крутая мотивация написать, как вам этот выпуск, что вам понравилось больше всего в наших нововведениях, какие вещи вам очень зашли. Максимально очень интересно узнать, насколько вот то, что мы сейчас делаем, для вас полезно и интересно. И для тех людей, которые не поленятся это сделать, и самый классный комментарий все-таки кто-то из вас напишет, мы подарим очень классный подарок. Это билет на конференцию, которая пройдет в мае по интернет-маркетингу. Это конференция Олеси Тимофеева, которая называется ЛОП. Подарок, согласитесь, сумасшедший. Поэтому старайтесь, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, и мы выберем того самого счастливчика, который отправится туда. Ну а я желаю вам хорошего дня, подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали, рекомендуйте его всем, потому что мы единственный канал, который говорит о реальном бизнесе, учит реально зарабатывать деньги и показывает, как все работает в реальном режиме времени. Ничего не выдумано, ничего не подстроено, все есть как есть. Ставьте нам лайки и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok